здравствуйте дорогие друзья сейчас мы рассмотрим александра лукашенко что он увидит ближайшее время например мы берем на три месяца плюс-минус сами знаете карты тарой такое дело ну приблизительно как бы условно берем три месяца февраль уже не считаем март-апрель-май что он увидит чему он удивится знаете мало ли чё что вот глаза аж вот так раскроется глаза на лук полезут на наличие или глаза закроет может он кому-то глаза закроет так смотрите это он сам это его глаза какая карта и что же он все-таки увидит ведь это кармическая ситуация какая-то что же он должен все-таки увидеть и что же он все-таки увидит и что же он будет с этим делать и что же будет что же будет из-за этого то что он будет видеть так раз-два-три-четыре младший арканы в помощь александр лукашенко что же вы увидите так это он сам вот его глаза что же он увидит все-таки что же он будет совсем этим делать и что же он будет в итоге делать какой итог так раз два три четыре раз два три четыре александр лукашенко что же вы увидите ближайшие три месяца плюс минус раз два три четыре раз два три четыре это то что он увидит и что с этим будет делать что же будет что же будет так приступаем раз два три четыре александр лукашенко что же что же с вами творится да идет какая-то трансформация возле него значить теперь что же за трансформация даже эту открою ого смотрите что-то его смятение какое-то возьмется сметить сметать до сметение внутреннего состояния есть то что его работа где-то там приведет вражь вражь работа кипит нужно что-то делать он основательно возьмется за какие-то дела и он входит в раж вот это слово я могу сказать это как и воздух может быть и огонь получается он закипел образно у меня аффирмации свои вы уже знаете да получается он закипел это чайник со свистком теперь смотрите что же он увидит силу и огонь и досмотрите у него есть какая-то идея он хочет ее увидеть получается черный квадрат малевича и сила эта идея идея смести все что есть и работа будет кипеть полным ходом или же он увидит чью-то идею идет смятение какое-то и в этом смятении огонь и первый аркан это чаши да получается действительно чайник да смотрите чтобы он закипел закипел правильно значит вот тут сказала его идея разворошить или что-то разворошиться в его идее сейчас прошу это его идея так если это его идея то будет интересно какая карта я не буду загадывать какая-то его идея до победить смотрите два туза да когда выходит два туза это плод плод зехер тем более огонь воздух и вода ну вот все кипи да и получается он хочет увидеть какую-то свою победу где работа в его присутствии входит в раж враж и чтобы это сдвинулась движение движение и вода и воздух до h2o закипела закипела работа работа закипела при его идеи все таки это его идея где он должен вот это все разжечь но получается это все связано с соседями я так поняла это соседи потому что 13 аркан это разборки с соседями поняли да белые алые розы где англия средневековья вот это вот символ вот этой карты так теперь смотрите значит и работа кипит полным ходом и он видит он организатор при своей идее вот это все по-плутовски раскрутить и это все кипит полным ходом вот что он должен быть уверенным в этом получается ли у этого парня данная работа и тут получается императрица и 17 аркан смотрите чтобы эта работа была удовлетворена есть то что к празднику должно быть все готово видите тут какой-то праздник что уже получается урожай фактически тут уже три месяца смотрите три месяца и уже заходит на летний период виноград это летняя пора когда собирают урожай и в июле июль август плюс минус и плодородие плодородие где все должно быть чики-пуки и вот это чики-пуки должно пролиться не касаясь его он должен быть чистый это как бы чистая победа это его победа ну как бы вот так вот и что же будет что же будет будет принятое решение принятое решение через это принятое решение можно так сказать меньше больше дела меньше слов можно так сказать где диктатура победа успех и денежная провор проворность этого лидера смотрите вот этот конь мне там написали откуда вы взяли что это карта диктатора объясняю сейчас и смотрите солнце погасло и чтобы это все утихомерить как бы через свое присутствие что он справился с этой задачей теперь смотрите почему я называла эту карту диктатора кони до кони бывает разные до белый черный красный мастей есть русаки это которые несут информацию скорость это рыцарь рыцаря жезлов рыцарь жезлов рыцарь кубков это красавчик это наряд это нарядный конь нарядный конь теперь в коне тяжеловес это металл это тяжело и это тяжелый ход чтобы пришла лошадь тяжеловес который таскает бревна это и есть опора там копыта там мышцы у этих коней ну вот так вот потом еще какой какой еще конь есть вы смотрите не вы вышел именно вот этот конь тяжеловес который идет напористо тянет вот эту всю лямку за этих трех лошадей получается поэтому вот этот конь рыцарь на коне это диктатура это государство потому что это он несет все на своих плечах но эти как бы воюет эти носит информацию эти на парадах участвуют вот эти кони вот так вот я могу объяснить вот эту карту теперь смотрите солнце до закат солнца и принято решение эту тему закрыть и поставить свои условия получается такой момент видимо когда все за закончится вот это мероприятие где будут еще можно таскать это понты понты то что все как бы рисовка то что он это разрисовывает и у как бы принимает участие и он при своей идее хитрый плод 2 туза это хитрость плутовство и как бы обойти ходы при своей победе есть то что он в этом темной игре это темная лошадка еще можно сказать в этой темной лошадке выйти победителя и в государственном плане объявить какие-то свои права ну я знаете еще могу сказать это все таки связано с организацией связанные с польшей или же с украиной это какой-то внутренние внутренняя подготовка к каким-то действиям и чтобы это было успешно сделано и чтобы красивые понты осуществились а вот теперь еще можно так сказать то что работа кипит полным ходом уже очевидно на сегодняшний день фактически они он готов смести то что возле него возле его соседи и он угрожающий начал действовать это не предвыборная компания нет это что-то связано с и соседями и справа и слева сверху и снизу ну то что он как дед диктатор принимает решение что все поиграли мы немножко и где-то там и будем сворачиваться будут ли они сворачиваться на вот этот период еще раз я думаю доступно все объяснила или может еще раз за 3 это еще не смотрите получается все таки они решили успокоиться нет тут еще будут водить козу видите козу водить это на потом буду дальше будут исполнять свои виртуозные действия виртуозные действия передышка нужно будет передышка еще я вот так поняла карты ладно сейчас мы возьмем цыганский оракул что скажем цыгане по этому вопросу что же все таки увидит саша то что он делает своими руками смотрите руки руки это ему руки в одной руке победа в другой бокал да получается именно так интересно так вышел вода дальше смотрим рукотворные действия своими руками он хочет исполнить как бы пляску 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 понтов можно так сказать это все понты теперь раз два три четыре так цыганский оракул как вы рассматриваете александра лукашенко грустно ему печально теперь если ему печально что же почему вышел 15 арка от этой грусти от ничего делать есть у него противники он все ищет все подозревает а делать ничего получается от грусти и печали он подозревает всех и вся кому что ладно теперь вот эта работа так теперь что же он увидит цыганский оракул скажите пожалуйста что же она ведь видимо идет подготовка как бы вроде бы он включился да так теперь подготовка что же он видит юную женщину ну видим вот эту силу до женщина еще его надежда которая теряется и эта надежда связана с любимыми чувствами смотрите тут получается еще может личный какой-то интерес у него какая-то возлюбленная может какие-то разборки с родственниками значит вот эти эти карты жатейские это семейное что-то до семейные разборки видимо может кто-то из детей какие-то разборки сва сноха до снохи где-то там и не может с ними договориться это связано с деньгами ну да по поводу денег смотрите получается его снохи или сноха или же кто-то из внучек из детей до с которым он хочет договориться по поводу материального достатка так вот по поводу вывоза или перевода денег другую страну до где он хорошо наколидовал но это такое так теперь что же он будет совсем этим делать видите как бы праздник и праздник вот отправка какая-то отправка видите тут рыцари тут садник на коне деньги вот какие-то деньги все таки он со своими женщинами договаривается так теперь и в итоге что же будет что же будет болезнь идет и заболел вот видите там пульер отдыхает это отдых а чем же он заболел серьезно ли болезнь у александра лукашенко дома он болеет за свой дом может за страну но это такое дело вдох болезни в доме болеть в доме это за страну он болеет за свою комнату за свои влечены интересы тоже надо еще вот такие карты вышли вроде бы ни о чем да но сам факт что он вот без этих карт получается через свою идею где-то там паутовский хочет провернуть связано дело с организацией огня это соседи вот и получается при этом он хорошо хорошо амундировался и где-то там у него все хорошо получается это хорошая форма называется быть форме вот быть форме как как дела я форме да например но при этом деньги спущенные какие-то ну какие-то переводы должны уйти через каких-то родственников так теперь диктатура как у него дела в дикт с диктатурой стране сейчас посмотрим с диктатурой стране александра лукашенко диктатура стране все чики-пуки деньги выделены для для диктатуры зарплаты для людей которые ему служат для рабочего класса ну раз так рабочий класс что он получает в этой стране что получает рабочие люди как и у них зарплаты они чего-то ждут и уже ничего не ждут хорошего ревность препятствий легкомыслия тут какие-то проблемы с деньгами зарплаты видимо что-то задержка ну вот эти вот этим людям все деньги если рабочим нету так что там вылетела и на удачу александра лукашенко что же у него там основное на удачу в принципе ничего плохого нету но и он вот так вот живет как бы мясо живет так это ему на удачу александра лукашенко что же ему там на удачу на удачу ему идет то что он остается своей стихии фон барон маг смотрите как две карты но нищий фон барон деньги какие-то деньги смотрите если взять 5 аркан и младший и маг какие-то деньги все-таки уходят от него вот если он договариваться с какими-то женщинами с какими-то родственникам чтобы деньги переправить и сказать что он чистый такой невинный парень так что тут вылетела болезнь доктор ему нужен ведь и тут все-таки как бы может если уже вышла на 13 аркан болезнь очень опасная она пахнет как бы неприятностями большими поняли да конечно нервная система расшатана уже как говорится типа и по черному и получается все враги и ночами он может не спит и вот так вот эта болезнь очень смертельно может его болячка где-то там довести до белого коленя вот и поэтому фон барон при своем я лидерстве остается голый король можно так сказать потому что это нищий 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 король вот так вот это ему на удачу и нищий король который лидер лидер страны нищий король чему себя проведет голый король главное действовать это рыцарь мечей это воевать несмотря на то что просто в кармане но надо песню допеть песня есть такая пусть пусто в кармане надо допеть вот так вот защищать интересы и довести дело до конца торжественно все что было вообще он как бы держит force force панты и вот это у него хорошо получается молодец молодец но и видите старается для тех кто ему хорошо служит такие карты вышли на удачу голый король надо же да и на конец вообще жесть все спасибо будем наблюдать за александром лукашенко как у него дела идет следующий раз про здоровья посмотрим что же это такое выходит у него и тут болячка смотрите тут болячка здесь болячка тем более сюда вылетела тут что-то нету как бы что-то не захворал ли ладно всего доброго всех вам благ всего доброго